Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok А там в правилах написано, что такси можно ехать. Какой пункт правил я нарушил? У вас есть правило с собой, да, книжечка? Три раза перед этим, ну, останавливали, все нормально, приезжайте, такси можно. Тут уже, если говорить, нельзя. Что, камеру, чтобы, скажи. Да, скажи, что там. Ну да, фишка же есть. Она у вас расположена очень сзади, из-за того... А, вы не увидели, что мы фишки. Я могу ехать? Все, спасибо вам. Потому что она у вас расположена очень сзади, и не видно, что у вас есть. Все счастливо. Здравствуйте, фишка видно? Только экипаж не увидел. Только экипаж не увидел фишку, вы увидели? Нет, кстати, не увидел. У вас там все официально, так я понимаю? Ну конечно же, а у вас официально? У нас? Что там? Ну, фишка ваша официально. Ну, это уже другая вопрос. Я что, заразу не за то спрашиваю? Нет, ну у вас официально фишка? У меня официально, а у вас? Да, официально. Нет, у вас нет бумаги. У вас нет бумаги? У вас нет бумаги на фишку, у меня есть. У вас есть управление, вам там предъявляют. Ну, у вас же нет с собой. Вы нет. Хорошо. Что, я могу ехать? Да, я не знаю. И что заработать? Ну, нет, я не знаю, я пишу штраф. Я их посыл в суде, я их правую еще. Алло. Добрый вечер. Доброй ночи. Ну, да, мешают працювать. Зупинили. Вот незаконную постанову хочу выносить. Наверное, ну, завтра будем десь до суду вратать. Не, так они же штраф вписывают, как это сказать, хлопцы. Как это? Ну, смотрите, ну, YouTube же будет, знаете, в любом случае. Ну, конечно, ну, YouTube будет в любом случае. Таки скажите, что в 13 мая министр в инфраструктуре Крикли это постанову винес, что таксисты мают право ездить. Это им скажите сразу. Может, они все-таки думают, скажут, что они не дуже грамотные были. Эта норма касается для легальных перевозчиков при наличии лицензии. А там, а там, а там, а там нема, а там нема разницы, звідки он выезжал. Там сказано, что он имеет право двигаться по полосе маршрутных транспортных засобов. А, да, а в базе официального перевозника можно переверить, что Родина Сергея Иванович является официальным перевозником с 2011 года. Вот, видите, добрый. Угу. Уже они позвонили уже. Звонят, чтобы это вот, чтобы, может, я... Давай, бабло давай. Не-не-не, чтоб я поехал, ну, чтоб я... Я просто... У меня ютуб-канал есть, я снимаю полицейских. Ну, вы... Я почему? А, ну, я... Ну, да-да-да-да. Я снимаю полицейских, просто оставив свои права, которые законные права. Ну, как бы, да, вот я ничего не нарушил. Я имел право туда ехать, я имел право ехать, я имел право ехать. Чего мне ехать кругом, как бы, да, ну, видите, вот такая ситуация. Вот просто, что вы стали заложником ситуации. Это уже, типа, звонят, что, типа, блин, чтобы, может, чтобы поехал, типа, ну, не писали. Ну, я говорю, ну, если в них считают, пишите, ну, что делать. Слушайте, я получу налоги каждый день, ну, каждый месяц плачу две тысячи налогов. Я должен, ну, иметь какие-то преимущества, да, вот официальные, да. А не, а такси можно ж. Я же им сказал, видите, ну. Ну, хреник знают с теперешней ценой. Да, ну, знаете, ну, такси можно, ну. Я получу налоги, у меня есть лицензия, у меня есть страховка такси, у меня есть техосмотр. Техосмотр стоит в год, я получу тысячу сто пятьдесят гривен, да, тут техосмотр. Плюс страховка полторы тысячи, правильно? Я официальный таксист, мне нечего бояться, ну. Я хочу, я имею преимущества, я могу ехать по полосе, да. Вот цикла, а я казала причина, чтобы их подпочитать, ну. А, нет, сейчас уже не знаю, что делать, это же, я уже командир их не звонил, ну. Я поняла. Уже их не звонил командир, блин, шопя, ну, я говорю, ну, ютуб будет, ну, что делать, ну. Я вот им покажу, вот официальный перевезник, вот сайт, державный сайт Украины, go.ua. Официальный перевезник Родион Сергей Иванович. Все, у вас лицензии? Действительно. С шестнадцатого, но беру двенадцатого року. Девять роков. Девять роков я, ну, получу податки. Бачите, ну, это просто, что они не читают книжки, знаете. Вся ситуация закончилась тем, что у меня закончилось место на видеокамере, потому что, ну, полицейские, когда ушли в патрульную полицию, якобы составлять мне постановление, их не было более полчаса. И пришли они, отдали им документы и сказали, что все-таки они прочитали постановление кабинета министров 370, что там сказано. Ну, зачем вам постановление? Вы же правила читаете дорожное движение, а в правилах сказано. Пункт 2.15. Ну, есть загвоздка о том, что полицейские читают не официальные источники, закон Radogov.ua, да. Они читают приложение типа патруль, которые, ну, ничего не... ну, как бы, да, полезное приложение, но нету всего то, что надо. Потому что в патруле, в приложении патруль нету пункта 2.15. А чтобы он там был, я думаю, что полицейские все-таки знали, что есть пункт 2.15 в правилах движения. Ну, это не столь важно. Важно то, что мы очередной раз увидели, что нас полицейские очень хромают, хромают знания нормативно-правовой базы. Я думаю, что после данного видео Александр Гуменюк, это начальник Житомирской области, сделает проверку на знания всем патрульным полицейским. Чтобы, ну, не было таких ситуаций некрасивых, как бы, потому что, ну, я как добросовестный налогоплательщик плачу налоги. Вот ехала со мной пассажирка, которая полчаса просто прождала, якобы, полицейских, чтобы они почитали их литературу. Ну, это же неправильно, правильно? Если я имею право ехать, я пользуюсь тем, что я имею право. Ну, ребят, оставляйте комментарии, ну, пожелайте им хорошей смены полицейским, ну, что про их думайте. Только, если думаете, если им сильно думаете, то ставьте там где-то там, типа, какие-то такие чуть-чуть эрографы, потому что ютубушка сильно красивые комментарии не пропускает. Я их читаю, я их вижу, но они не опубликовываются под видео. Всем пока, всего хорошего и всегда отстаивайте свои права. Даже если это, пускай, будет долго, финансово невыгодно, ну, зато вы будете знать, что вы правы. Всем пока.